Решение о судьбе тяжелобольного пациента из Чайковского принимается за считанные минуты. Через телемост ежедневно специалисты всех подразделений Института Сердца собираются на общее онлайн-собрание. Помимо обсуждения организационных вопросов, это своеобразный консилиум, который консультирует пациентов из отдаленных территорий. Сегодня нами проконсультированы 8 пациентов, поступивших с острым коронарным синдромом, с прикрепленных территорий. Двоих больных мы эвакуируем с помощью санитарной авиации нашего учреждения для проведения диагностики. А это уже Пермский перинатальный центр. Чтобы получить консультацию узких специалистов, роженицам из отдаленных районов края ездить в краевой центр нет необходимости. Консультации они получают дистанционно под наблюдением лечащего врача. Это возможность и как врач-врач, врач-пациент-врач. Мы можем приглашать сотрудников кафедры, смежных специалистов для проведения видеоконсультации. За 2016 год порядка 1200 консультаций было проведено дистанционно, около 240 видеоконсультаций. Рынок здравоохранения в мире сегодня переживает бум телемедицины. Так в Нидерландах внедрение телемониторинга за пациентами позволило уменьшить количество госпитализаций на 60%. Россия в этом плане только на полпути к введению инновационных технологий. За 2016 год произошел рост в три раза. И таких учреждений, так называемых телемедицинских центров, их стало уже 17. Самыми востребованными направлениями были онкология, нейрохирургия и эндокринология. Сегодня в российской телемедицине практикуются услуги по направлению «врач-врач». Консультация пациентов посредством интернета еще не закреплена в российском законодательстве. По закону пациент может получить помощь дистанционно только по месту вызова – скорой помощи. То есть что мы можем, собственно, сделать тогда, когда есть большое расстояние? Мы можем только выслушать жалобы пациента, осмотреть мы его не можем. Какие-то параметры, ну, например, те же самые параметры давления или параметры пульса, или каких-то параметров исследований он может сделать, и мы можем оценивать эти параметры. Но не более. Вопросы дистанционной консультации между пациентами и врачами планируется закрепить на законодательном уровне. Федеральным Минздравом уже подготовлен законопроект. Если закон вступит в силу, пермские врачи готовы оперативно внедрить практику.